Мир вам братья и сестры! Мы сердечно приветствуем всех, кто пришел сегодня на наше богослужение. Это благословение, когда Церковь Божия собирается вместе, когда мы можем слышать Слово Божие, молиться вместе и прославлять Господа. Христос создал Церковь, и это особое духовное состояние, когда мы собираемся в Доме Божьем, когда мы вместе, когда мы как тело Иисуса Христа, и Он глава наша. Поэтому и в сегодняшнем дне мы хотим прославить Господа едиными устами, единым сердцем. Приготовимся слышать Слово Божие, которое Он приготовил для нас, чтобы мы готовы были, чтобы сердца наши были открыты, чтобы мы научились и приняли решение после каждого слова, которое Господь говорит, нам нужно принимать решение. Быть готовыми исполнить это Слово. Мы помолимся в нашей молитве также за детский лагерь. Дети сегодня, сейчас готовятся, чтобы отправляться в детский лагерь, чтобы Бог благословил их в поездки. Все это время, целую неделю, сколько они будут находиться там, чтобы Господь помог им. И в нашей молитве, братья и сестры, мы также сегодня помолимся за нашу страну. Особое время, особая ситуация, может быть, вы знали, попытка убийства бывшего президента, очень напряженная ситуация, и многие пастыри сегодня призывают, чтобы молиться, молиться о стране. Молиться о том, чтобы Бог действовал, чтобы народ нашей страны обратился к Господу в покаянии, в понимании, что наша надежда только в Иисусе Христе. И мы призваны, как христиане, молиться за страну, молиться за народ, и мы сегодня также помолимся об этом. Давайте склоним наши головы и совершим молитву. Наш Господь, мы благодарны Тебе за день воскресный. Мы благодарны Тебе, потому что в этом дне мы вспоминаем Твое воскресение. Мы вспоминаем Твою победу над адом, над смертью. Мы вспоминаем и помним о том, что Ты спаситель наш, который умер за грехи наши. Мы благодарны Тебе за жизнь вечную, которая дарована всякому верующему в Тебя. И мы веруем, и мы исповедуем, что только в Тебе жизнь наша. И мы нуждаемся в Твоей помощи, благословении, мы нуждаемся в Твоем водительстве, мы нуждаемся в Твоем руководстве. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас в этом собрании сегодня. Мы хотим слышать Твое Слово, потому что в этом жизнь наша. Мы хотим напитаться этим Словом, чтобы знать, как нам поступать, как нам жить для Тебя, как нам быть верными Тебе, чтобы нам слышать голос Твой и исполнять то, что Ты говоришь сердцам нашим. Благослови, Господь, нас в этом собрании, тех, кто будет проповедовать, петь, всех нас, чтобы мы помолились Тебе. И мы верим, что Ты слышишь молитвы наши. И мы молимся Тебе, Господи, за нужды наши, наша молитва за тех, кто в болезнях находится, в переживаниях, страданиях, в скорбях. Ты видишь, Господь, как много беды, как много горя здесь на земле. И мы молимся за наших братьев и сестер, которые проходят особые периоды трудностей и испытаний. Поддержи, Господь, каждого и помоги. Мы молимся Тебе за тех, кто находится там, где идет война, там, где особые переживания, боли, скорби. Господи, поддержи таковых. Останови эту войну, Господь, и не дай, чтобы это зло могло дальше распространяться. Наша особая молитва за нашу страну, Господь. Мы молимся, так много зла здесь, в этой стране. И мы просим Тебя, чтобы Ты хранил страну нашу в безопасности. Помоги, Господи, когда различные силы зла восстают. Господи, в Тебе упование защита наша. И мы молимся Тебе за руководство страны нашей. Мы молимся за народ нашей страны, чтобы все они обратились к Тебе. Только в Тебе надежда наша. И поэтому мы молимся и просим Твоей защиты, просим Твоего руководства. Просим, чтобы Дух Твой святой касался сердец, чтобы многие еще в нашей стране, среди нашего народа, могли обратиться к Тебе и познать путь истины. Господь, благослови детский лагерь и всех детей, наставников, всех ответственных. Они отправляются в этот лагерь и будут находиться там это время. Сохрани, Господь, их пути благослови. Все это время благослови, сколько они будут находиться там, чтобы благодать и мир Твоя действовали. Поклоняемся Тебе, Господь, и благодарим Тебя за все. Аминь. Давайте вместе прославим Господа и споем все вместе общим пением. Ангелы в небе, Господа славят. И также, куда теперь идти мне? Ангелы в небе, Господа славят. Слава Христу, Богу мою, Богу мою, вечная слава, вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу! Слава Христу! Христу! Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! О гряди Господи, великий с небес надет, Тебе и динаму, Славу поет, Славу поет, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу! Чудник, прославленный, Царственный Божий, Сим, Димен Христос, Господь, Небе нас ждет, Небе нас ждет, И сердце Господу, Богу единому, Иисус Спасителю, Славу поет, Славу поет, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Мечта, не будет слезы, мечта, забуду столь я, где сам царит Христос. Не знаю, что со мною случилось вдруг теперь, а сердце все тоскует по Родине моей. Мечта, не будет слезы, мечта, забуду столь я, где сам царит Христос. ПЕСНЯ 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 И желаемый нам будем ликовать, Иисуса прославлять во чизне прекрасной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спадет с ресниц слеза последняя, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Своими какими-то нужными, переживаниями, проблемами И мы знаем, имеем уверенность, что Господь нас слышит Однажды я в своей семье задал такой вопрос деткам Говорю, дети, а чего Закхей забрался на дерево? Виолетта мне смотрит, дочка моя на меня Говорит, папа, ну как же, он же испугался Он же испугался и заскочил туда Мы сегодня никого не боимся Господь, он наш верный друг Мы пришли сегодня на это место от любопытства От того чувства, которое наполняет нам, нас Что же сегодня скажет нам Господь? Что из своего слова он нам сегодня проговорит? И мы вот как Закхей, да, который хотел, он желал увидеть Господа Он желал иметь с ним общение Вот это любопытство, вот такое стремление быть с Господом И у нас сегодня присутствует, и Господь видит наши сердца Друзья, сегодня я хотел бы поговорить и призвать вас к молитве На такую интересную тему, тему милости Мы милость Божью мы принимаем, мы ее видим, мы ее слышим И жертва Иисуса Христа, она, вы знаете, в последнее время, я так смотрю, она для нас стала немножко такой обыденной И мы смотрим на то, что проповедники проповедуют Они говорят, приходите сюда, приходите к Господу и получайте даром, даром вот это спасение Но если посмотреть на Господа, на его жизнь, на его страдания Дорогие друзья, не очень легко оно ему досталось И то, что ему пришлось пережить То, что мы сегодня получаем даром Это не очень легко было И в этом мы видим очень большую милость нашего Господа Он ее оказал Милость должна стать неотъемлемой частью нашей жизни Милость должна стать неотъемлемой частью каждого христианина Мы привыкли милость получать Но привыкли ли мы милость отдавать В наших семьях, в наших домах, на работе Где-то мы едем, с кем-то общаемся Привыкли ли мы миловать Давайте с вами откроем место одно И прочитаем Это второзаконие, седьмая глава, девятый стих И так знай, что Господь Бог твой Есть Бог, Бог верный Который хранит завет свой И милость к любящим его Сохраняющим заповеди его до тысячи родов Действительно, такое обетование Которое Господь нам сегодня дает Что Он дает милость К любящим его Помните место, которое записано Луки? Давайте мы с вами вместе его прочитаем Это семнадцатая глава С двенадцатого стиха У кого есть Библия Откройте, мы вместе с вами будем читать И когда входил Он в одно селение Встретили Его десять человек Прокаженных, которые остановились вдали И громким голосом говорили Иисус, наставник, помилуй нас Увидев их, Он сказал им Пойдите, покажитесь священникам И когда они шли, очистились Один же из них, видя, что исцелен Возвратился громким голосом Прославляя Бога И пал низ к ногам Его Благодаря Его И это был Самарянин Вы знаете, вот эту милость От своей страшной болезни Не десять ли получили? И если сегодня посмотреть статистика То она не очень утешающая И только один Один единственный Он развратился Я не думаю, что он спокойно об этом говорил Я думаю, он кричал Я думаю, он знал, от чего он был освобожден Кто мы сегодня с вами, братья и сестры? Либо те люди, которые благодарят Бога Потому что мы много получили от Христа Мы много получили Будущность, вечную жизнь И мы верой это принимаем В моей семье У нас получается Не так много деток Как у некоторых Но слава Богу за них Что Господь нам их дал И я молился очень много И Господь нам дал Первого мальчика Я помню, как жена мне сказала про это Я целый вечер проплакал Почему-то это так радостно было Для меня Потом была одна девочка Потом еще одна девочка Я начал задумываться Господи, я хочу мальчика Мы молились Мы узнали, что мы в четвертый раз Ждем кого-то Я думаю, вот он мальчик Родилась еще одна девочка И ровно пять лет Господь не давал нам деток И мы молились много Потому что мы хотели иметь деток Это для нас было радость И благословение И мы уже потеряли всякую надежду Пять лет И однажды ко мне приходит Света в комнату и говорит Мы ждем малыша Я не знаю, кто это будет Я просил у Бога милости Я просил, чтобы Господь помиловал Господи, я хочу мальчика Вы знаете, иногда Мы как мужчины Мы как братья Можем с уверенностью сказать Да, что к нам подходят Когда наша супруга ждет малыша И нам задают вопрос Кого вы хотите И мы все Ну, кого Бог пошлет Когда ко мне подходили братья И задавали этот вопрос Я с уверенностью сказал Я хочу сына И я знаю, что Господь Мне пошлет сына И тот день, когда мы узнавали Пол ребенка Вы знаете, как это делают Все красиво Кто-то шарики надувает Кто-то еще какие-то Интересные придумывают моменты Вот этот шарик Мы его лопаем Или какие-то фаеры Мы с воздухом брали Да И я не видел, что там сзади Но я поворачиваю лицо И дым у этого фаера Вон, голубенький Я упал на колени И Бога благодарил Когда мы сюда переезжали Нам пришлось с супругой 18 где-то километров И идти пешком До грузинской границы Потому что Все границы были закрыты А она была на седьмом месяце беременности Малыш бился Он играл И нам это было радостно Даже эти трудности Они как-то были для нас Не трудности И вот однажды Когда мы уже были В Турции Мне Света Подходит ко мне И говорит Ты знаешь А наш малыш Он не шевелится И для нас Как для семьи Это было очень большое До большое переживание И я просил Бога милости Я взывал к Богу День и ночь Даже когда семья спала Я становился Возле кровати На коленке И я молился И вот уже три недели Наш малыш Он не шевелится И однажды мы В Турции Пошли на собрание И сидим так Возле Поет Псалом Это прошло две недели Где-то Мы в понедельник Записались ко врачу И я Смотрю В общем пение Начали петь на служение А Света моя сидит И Что-то плачет Я говорю Светочка Что случилось Она говорит Дай мне руку свою Я вот так вот Вожу Ей Я таких ударов Никогда не слышал Милость Если вспоминать Все милости Которые Господь Нам посылает В жизни То на временах Не хватит у нас Да Как говорят Пальцев Нигде Чтобы посчитать И загнуть Сколько Господь Их послал И Господь Сегодня милует Народ свой Он милует Его И любит Его И Господь Сегодня Он Как Любящий Отец Вы знаете Сегодня милость Можно проявлять Нам Как Мужчинам Как Земного Земного Отца То им Очень легко Потом Когда они Вырастают Достигают Определенного Возраста Жизни То им Очень легко Понять Любовь Небесного Отца Потому что Эту любовь Они видели Они видели В своем Земном Отце И Господь Сегодня Любит И Господь Сегодня Прощает Галатам 25 главе 22 стих Плод духа Милосердия Мы Сегодня Как И Христос Должны Оказывать Друг Другу Милость Иногда Мы Просим Какой-то Справедливости Чтобы Люди Были С нами Справедливы Но Милость Нам Господь Очень Большой Оказал Помните В книге Иоанна В 8 главе Там Интересная История Описывается Когда Женщину Привели К Христу Взятую В страшном Грехе Иисус Сказал Иди И впредь Не греши Господь Помиловал Ее Вот Представляете Какое Состояние Человека Который Получил Милость Милость Божья Дорогие Друзья Мы Видим В каждом Дне Иногда Порой Какие-то С нами Происходят Жизни События И мы Не понимаем Для чего Господь Это посылает Но Проходит Время Проходит Может быть Год Два Три И мы Возвращаемся Назад Тому Событию Которое С нами Произошло И мы Понимаем Что Оказывается Тогда Это Милость Была Для того Чтоб Вот это То Что мы Сейчас Имеем Было С нами И Господь Любит Нас Дорогие Друзья И просить Бога Чтобы Господь Нам Еще Больше В нашей Жизни Показывал Милость Если Вы Каждый Будете Вспоминать Сколько В ваших Семьях В ваших Домах Господь Послал Милости То Наверное Вы будете Очень Благодарными Людьми И Только Один Возвратился И Благодарил Бога Нас Сегодня Очень Много Здесь В этом Зале И Каждое Сердце Пусть Сегодня Будет Переполнено Вот этой Настоящей Благодарностью Богу За Его Милость А Господь Любит Сегодня Господь Прощает Сегодня И Никого Не прогонит Вон Собралось Очень Много Людей Перед Одним Зданием И На Пятом Этаже Горела Квартира И Страшные Вопли Маленькой Девочки И Толпа Могла Разглядеть На Пятом Этаже Между Решеток Что Это Маленькая Девочка Она Вцепилась В Решетку Кричала Папа Мама Тут Собрались МЧС Другие Службы Натянули Ткань Девочка Прыгай Она Ничего Не Могла Сделать Она Только Кричала Папа Мама Вот Эти Языки Пламя Которые Уже Выходили С окон Они Уже Начали Обжигать Ей Одежку Одежда Ее Где-то Волоски Уже Начали Подгорать Она Кричит Папа Мама Какие-то Психологи Внизу Собрались Кричат Какие-то Слова Ей Ты Должна Это Сделать Никто Не Может Туда Добраться Прыгай Девочка Прыгай Она Этого Не Делает И Вдруг Люди Замечают Из-за Поворота На Большой Скорости Летит Машина Которая Подъезжает И С Него Выходит Выбегает Падает И Бежит В эту Толпу Один Мужчина Этот Мужчина Забегает Центр Поднимает Руки Кверху И Говорит Доченька Прыгай И Она Это Сделала Сегодня В руки Небесного Отца Как Любящего Отца Господь Призывает Нам С вами Всем Прыгнуть В Эти Настоящие Отцовские Объятия Если Кто-то Не Примирился С Господом Ведет Двойной Образ Жизни Господь Сегодня Призывает Чтоб Мы Это Сделали Там Нечего Делать Там Огонь Там Страшно Это Мир Наш Господь Любит Те Кто Получили Это Спасение Господь Желает Чтоб Мы Имели Благодарные Сердца Мы Сейчас Будем Молиться И Благодарить Бога За То Что Мы Когда-то Получили Эту Большую Милость От Бога Пусть Господь Каждое Сердце Благословит Здесь Стоящее На Молитве Кто-то Может быть Не вслух Не помолится Но Вы Склоняйте Свои Сердца И Молитесь Господу Господь Услышит Пусть Господь Поможет Аминь Благодар Благодарить Благодарить Стоящее Для Милость Что-то Можем Молиться Это Милость Твоя Господи То Что Мы Можем Прославлять Тебя Это Милость Твоя Господи Сердце Переполняется Радостью И Благодарность Тебе За то Что Ты Сделал Господи Ты Пострадал За нас Ты Умер И Мы Веру Это Применимаем Мы Любим Тебя Господь Ты поставил нам великий пример милости, Господи, и по Твоему примеру дай нам иметь сердце милостивое, милостивое сердце иметь к нашим окружающим, тем всем людям, которые нас окружают, Господи, чтобы нашей жизнью нам показывать Тебя, Господи, просим Тебя, яви свое благословение и на наше служение, и за все это будь прославлен, наш Бог и пастырь. Аминь. Как обычно, во второе воскресенье месяца мы совершаем молитву благословения над детьми, мы будем делать это и сейчас. Давайте встанем и будем петь все вместе общим пением «Если ждет Тебя дорога в неизвестный край». И после пения у нас будет эта молитва, все родители, кто принесли детей для благословения, пожалуйста, в конце этого пения вы можете пройти сюда. Песня «Если ждет Тебя дорога в неизвестный край, Песня «Если ждет Тебя дорога» Песня «Если ждет Тебя дорога, Песня «Если ждет Тебя дорога» Песня «Если ждет Тебя дорога, Песня «Если ждет Тебя дорога» Песня «Если ждет Тебя дорога, Песня «Если ждет Тебя дорога» Песня «Если ждет Тебя дорога, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, развязающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они». Хочу сказать, братья и сестры, что вот это служение, которое мы совершаем в Доме молитвы, это не есть исполнение вот того ветхозаветнего закона. Христос исполнил закон, и мы не обязаны исполнять ветхозаветний закон, но мы знаем, что сам Господь благословлял детей. И поэтому мы берем некоторые принципы из ветхозаветних текстов, и на основании Нового Завета мы совершаем вот эту молитву. И мы видим некоторую разницу между тем, что было в ветхом завете, но тем не менее мы видим некоторые принципы. Так как в ветхом завете мы видим, Господь говорит, что «Осветите мне детей». Так же и сегодня родители принесли, чтобы посвятить этого малыша, чтобы отдать Господу, чтобы посвятить его Господу. Но мы знаем, что даже в ветхом завете Господь говорил, что только первенца. Мы посвящаем всех детей, и первого ребенка, и второго, и третьего, сколько Господь дарует детей родителям, они хотят посвятить Господу. Они приносят до молитвы, и мы молимся об этом, и мы посвящаем Господу. Мы знаем, что в ветхом завете даже в отношении первенцев было сказано, в определенный момент Господь избрал колено левия и сказал, что колено левия будет вместо первенцев. Колено левия будет служить Господу вместо тех первенцев, которых первоначально Господь избрал себе. Но в отношении наших детей мы не ищем какую-то замену. Я верю, что вы хотите, чтобы он служил Господу. Это желание всех родителей. Мы посвящаем детей, и мы не ищем, что кто-то будет им заменой, кто-то вместо них будет служить Господу. Какое-то колено или какая-то семья, наши дети, наше желание, чтобы они служили Господу. Ну и третий момент. Мы видим, что в ветхом завете было сказано, когда вы посвящаете свое дитя Господу, принесите жертву. И там было четко указано, какая должна быть жертва. И этот принцип остается для нас сегодня. Вы посвящаете своего малыша Господу. Нужна жертва. Жертва вашего времени, жертва ваших сил, ваших средств для того, чтобы он принадлежал Господу. Найдите эту жертву. Сегодня многие семьи не желают жертвовать для Бога. Они много желают для себя и времени, и средств, и сил. Но для того, чтобы дети принадлежали Господу, нужна жертва. Вашего христианской жизни, вашей молитвы, вашего примера, вашего научения. И мы верим, Господь дает обетование. Если вы так посвящаете Господу, Он будет принадлежать Господу. Поэтому Бог да поможет вам исполнить это, и Господь да благословит ваше дитя. Давайте мы встанем и совершим молитву, братья и сестры. Девушки отдыхают. Господь, стены у нас, Леви, что вы show нас, mercy и любовь, даже когда мы не имеем отнести Бога. И вы продолжите делать так. И в жизни мы можем, Господь, giäs정 Саров, что вы об этомいて, что вы дайте нам и его голову, и ведете его, и я стреляйте, и один день он будет быть в будущем, и вы выиграете, и вы добры, mercy that you give and that he may accept you into his heart and truly know you and truly serve you for the rest of his life God I ask you that you help us be good parents to him that you give us the wisdom to teach him in the right way God that whenever we stumble or don't know what to do God that we turn to you and that you may continue to guide us and show us the right way in raising him God thank you for everything that you give us and you bless us with amen dear Lord today I want to come before you and thank you Lord for the grace that you give us and your unden unending mercy that you show towards us Lord and the compassion that you have Lord you know the many prayers that we've had for Levi Lord that we wanted a child and we were not able to have baby for a long time Lord and that you blessed us Lord and you gave us this wonderful boy Levi Lord thank you for the mercy that you showed us that you given such an amazing boy to us Lord help us to be able to be a good depiction of what parents are supposed to be to him Lord so he'd be able to grow up in a Christian household Lord that shows him what it is to be a Christian Lord so he'd be able to grow up Lord and one day whenever you're calling him Lord so he'd be able to come to you Lord and so he'd be able to accept you Lord I want to thank you for finding me Lord and throw my life Lord that you were able to save me Lord that I was able to come to you and begin to walk on that path Lord and love you I want to thank you for the mercy that you have that you've given me my wife Lord who is so loving and amazing Lord and I want to ask for your mercy Lord so we'd be able to raise him in the right way Lord in your word so he'd be able to walk on that path when he does grow up Lord in your name I pray Amen Господь наш мы просим вместе с родителем за этого малыша который ты подарил в эту семью ты дал им этот подарок и теперь они посвящают его тебе и мы просим тебя чтобы ты благословил его своим благословением мы просим тебя чтобы ты хранил его в этом мире от всякого зла и греха чтобы ты послал ему здоровья чтобы ты Господь хранил его и помогал ему во всем что через что он будет проходить оберегай его Господи защищай его храни его пошли ему хороших друзей помада ему мудрость земную дай Господь ему все необходимое для жизни и наша особая молитва чтобы ты духовно благословил его чтобы в свое время он пришел тебе и познал тебя чтобы так как он посвящен будет сегодня тебе чтобы он принадлежал тебе чтобы он знал тебя чтобы он любил тебя чтобы он служил тебе Господи услышь эту молитву я прошу тебя чтобы ты благословил родителей и дал им мудрости чтобы они научили своего сына показали ему пример чтобы всем домом они служили тебе и чтобы благодать и милость твоя пребывала в этой семье услышь нашу молитву и да будет тебе в этом слава аминь 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 ну Нужно молишь мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. В пустыне странник я и ночь темна, отдых на камне лишь найдет глава. В пустыне и во сне ближе, Господь к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, песнь вас пою, Твоей хвалой, Христос, плачь заменю. Судьи от рада мне, ближе Господь к тебе, ближе. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Так на зимую жизнь окончу я, Такого славу ты ведешь меня. Вечная радость мне, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Вечная радость мне, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Вечная радость мне, ближе к тебе, ближе к тебе. Под куполом неба безбрежной дали Кричат, улетая, на юг журавли Кричат, унылая песня, чужби на недом. Кровавых мозолей нечесть под крылом. Я крылья расправлю и ввысь устремлюсь, И верю, поможет Спаситель Иисус. Кровавых мозолей нечесть под крылом, Но скоро, уж скоро пойду в очий дом, Пойду в очий дом. Мы с криком печаленым Рождаемся в мир, Чтоб снова подняться От скорбной земли, Пройдя все преграды На узком пути, Стрепився к небесной очи, Не дайте. Я крылья расправлю И ввысь устремлюсь, И верю, поможет Спаситель Иисус. Кровавых мозолей нечесть под крылом, Но скоро, уж скоро пойду в очий дом, Я крылья расправлю И ввысь устремлюсь, И верю, поможет Спаситель Иисус. Кровавых мозолей нечесть под крылом, Но скоро, уж скоро пойду в очий дом, Пойду в очий дом. Однажды мне скажет на небе звезда, Так нежно, чуть-чуть улыбнувшись, Подруга моя, наступила пора Пойти ввысь, меня чуть коснувшись. А там тебя ждет чудный Агнец Христос, Кто знал о тебе до рождения, Кто в трудные дни на руках своих нес, Даруя без платы прощение. Любовью своею тебя сберегал, И щит был от вражьих нападков. Что будет нелегко, конечно, он знал, Дорога на небо негладко. И все же, как чудень тот мир на земле, Глазорное небо и солнце. Река громыхает, как гром по весне, Вода прибывает в колодце. Название цветов невозможно прочесть, У каждого запах особый. Я житель земли, мне дана эта честь, Быть Господу Богу угодной. Ну, как мне не славить величие его, Всю чудную прелесть творенья. Дороже его в мире нет никого. Он песня моя, вдохновение. Куда б ни взглянула, Везде он живет, любовью своей напаяет. Надеба меня точно в срок свой возьмет, Завет свой всегда исполняет. По чудному небу плывут облака, Мой взор восхищением сияет. Покрыты цветами поля и луга, И ветер слегка обнимает. Я в капле росы вижу образ святой, Алмазом безгранным сверкает. Он всюду со мною и в холод, и в зной, Живительной влагой питает. Спасибо тебе, дорогая звезда, Мне путь ты на небо светила. Надежда моя, неземная страна, Для сердца так дорого, мило. Спаситель ее верным всем обещал, За нас кровь святая пролилась. Пусть сердце займет наш Христос, Идеал. О, как велика его милость! Аминь! 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 Почему терзает сердце боль, И печаль скрывает смерть, Почему горит вражды огонь, Кто сумеет дать ответ. Знаю я, что велик Господь И по слову своему Ни спошлёпни сил на земном пути И в его любви пребуду я. Буду ждать, продолжая путь В уповании своём. Достанет день принято Меня в небесный дом. Тот день на все вопросы Нас ответ. Тот день он откроет Причины низков и бед. Тот день сквозь печаль пробьётся, Тот день светит ярче солнцем, Тот день свечуя креста. Тот день всегда Не выведет на свет, Тот день он покажет Ничтожность безвод и бед. Тот день сквозь печаль пробьётся, Тот день светит ярче солнца, Тот день встречуя креста. Света свечуя креста. Света свечуя креста. Я жду этот день. Света свечуя креста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Согрешаю я порой Верю я, ты мне поможешь И ведешь в небесный дом Но ведь я, мой добрый Боже, без тебя Не проживу и даже дня Даруй мне больше сил, Господь Прошу я тебя Позволь все прошлое забыть Смотреть вперед лишь на тебя Ты цель моя, ты жизнь моя Все, Господь, тебе известно Мысли и пути мои Я прошу тебя, Отец мой Все грехи ты мне прости Но ведь я, мой добрый Боже, без тебя Не проживу и даже дня Даруй мне больше сил, Господь Прошу я тебя Позволь все прошлое забыть Смотреть вперед лишь на тебя Ты цель моя, ты жизнь моя Позволь все прошлое забыть Смотреть вперед Смотреть вперед Смотреть вперед Позволь все прошлое забыть Смотреть вперед Смотреть вперед Смотреть вперед Смотреть вперед Позволь все прошлое забыть Смотреть вперед 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 Ты жизнь моя Взгляни на небо В вышине небесной Вдали от горя, боли и скорбей Есть место вечной радости спасенных Где век не будет ночи и теней Там в дивном царстве Славой озаренной Великий Бог все новое творит Для тех, кто ангца кровью спасенной Для тех, кто мир греховный победит Не будет там ни плача и ни вопля Сам Бог отрет с очей твоих слезу И все земные бури и страдания Забудешь там, воспев ему хвалу И пусть порою труден путь тернистый И чаша слез и горечи полна Нам лучший мир пошлет спаситель вскоре И этот мир небесная страна Там Иисус во славе пребывает И ждет своих искупленных детей Там все в небесном золоте сверкает Там встретим своих близких и друзей Взгляни на небо В высшине небесной Спаситель ждет искупленных детей Чтоб дать им отдых после жизни трудной Ты только веры не оставь своей Аминь Слава Богу Небо 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 Но христианам Твоя синева Небо твердит о великих словах. Там Иисус, спаситель и Бог, Нам приготовим чудесный черток. Небо, ты знаешь, земля, место горя. Слезы блестят, задумали нам в горе. И среди этой удолик скорби Кажется небо еще голубей. Как вожделена Твоя красота, Славное небо, обитель Христа. Там Иисус наш в небесной жизни Ждет в Свою церковь любимых Своих. Небо, открой, правду всем христианам, Кто у воюга лишлись не опана, Кто на земле богатей земли, Небо не будет для них голубей. Скрытые мысли, утаянный грех, Небо откроет пред взорами всех. Нам, Иисусе, портон не судьям, Страшно пред Нима, стыдится друзья. Небо порою быть черная туча, Время наскроет простор твой могучий. Знаешь ты туч, от тебя не заткни, По солнцем в небе опять заблестит. Выше главу искупленный народ, В небе на славу великое ждет. Иисусе, портон не судьба, Небо, в небе на славу великое ждет. Приветствую, дорогие братья и сестры, Любови Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что по милости Его мы сегодня можем быть в Доме Божьем, мы можем слышать Слово Божье. И мы сегодня очень много слышали, правда? Мы слышали о милости Господней, о том, что Господь слышит наши молитвы, отвечает, посылает все просимое, необходимое. Хор пропел прекрасный гимн. Небо – это то, куда все мы стремимся, то, куда мы стараемся достичь. И сегодня желание моего сердца, братья и сестры, поразмышлять на одну очень важную тему. Вместо Священного Писания, которое записано, послание апостола Павла и Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Он обращается к церкви Ефеся и говорит такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар». Включите, пожалуйста, PowerPoint. «Сие не от вас Божий дар». На прошлой неделе у меня состоялся такой небольшой разговор с моим соработником. И, знаете, он сказал такую фразу, которая немножко меня как бы ввела в такое недоразумение. Он говорит, ты знаешь, я вот думаю, что христианская жизнь, она такая трудная, тяжелая, она такая вот, ну, очень непривлекательная жизнь христианина в этом мире. Я сделал короткую паузу, говорю, ты знаешь, давай посмотрим вокруг. Посмотри на вот нашего товарища, который работает с нами. Три недели назад он вышел из госпиталя, потому что он настолько отравился алкоголем, что он всю неделю лежал в госпитале, и врачи предпринимали старания, чтобы привести его в нормальное состояние, чтобы он мог вернуться. До этого он потерял семью, он потерял дом, он потерял очень многое, потому что алкоголь занял место в его жизни. Я говорю, посмотри на вот этого молодого человека. У него семья, четверо детей, молодой. Буквально недавно он получил тикет за то, что ехал в нетрезвом состоянии. Теперь ему нужно проходить школу, теперь ему нужно искать адвоката, чтобы как-то отсудить эти тикеты. Теперь ему нужно много денег отдать, чтобы как-то решить этот вопрос. Я говорю, вот посмотри на этого человека, он уже в годах. Он шесть раз был в революционном центре. Он тоже запивался, он не мог найти выхода из своей жизни, как остановиться, потерял семью. Сегодня он живет в трейлере. Я говорю, ты хочешь сказать мне, что я живу трудной жизнью? Что находясь в церкви, среди верующих, читая Слово Божие, это трудная, это тяжелая жизнь. Дорогие братья и сестры, апостол Павел обращает наше внимание, и он говорит, что благодатью мы спасены. И сегодня тема моего размышления о том, что такое спасение. От чего мы должны быть спасены? Почему нам необходимо спасение? Спасен ли я? Давайте мы будем рассуждать на эту тему. Это очень важно. Потому что, когда люди будут спрашивать вас, а что такое спасение? Как сможем мы объяснить им, что это такое? Это очень важный вопрос. Я хотел бы начать наш вопрос или наше рассуждение с вопроса, как люди представляют свою жизнь. Вспомните себя, когда вы были детьми. Когда вам было 8-9 лет, когда перед вами были открытые горизонты, когда вы представляли прекрасное будущее. Знаете, когда мне было лет 9-10, я мечтал жить в двухэтажном доме. Чтобы у меня был гараж, машина, мы в это время жили в апартментах. Мои родители никогда не жили в своем доме. У них никогда не было гаража. У них никогда не было машины. Прошло время. Я долгое время живу в двухэтажном доме. Гараж, машина. Я сегодня пришел к выводу, что та детская мечта, которую я имел, она тоже не очень такая состоятельная. Почему? Потому что, в принципе, вся жизнь происходит на первом этаже. На первом этаже мы общаемся, мы кушаем, мы проводим разные мероприятия. На второй этаж мы ходим только спать. Так, братья и сестры? В основном так. Вся жизнь наша происходит на первом этаже. И поэтому даже в двухэтажный дом, он оказался с бывшейся мечтой, но сегодня это другая реальность. Поэтому люди мечтают о свободе. Люди мечтают о том, чтобы жить полной жизнью, дышать полной грудью, чтобы ничто их не связывало, не сдерживало. Люди мечтают о карьере, которая бы поднималась постоянно вверх. Они думают о том, что с каждым шагом в их жизни будет что-то лучшее, совершенное. Люди мечтают о том, что они будут победителями в этой жизни. Они займут первое место, они займут пьедесталы, они будут всегда побеждать и выигрывать. Если сегодня вы спросите молодых людей, о чем мечтают молодые люди, я иногда спрашиваю людей, обычно они отвечают, мы мечтаем о путешествиях. Мы мечтаем о том, чтобы ни за что не отвечать, быть свободными от всяких обязанностей, но чтобы наша жизнь, как этот воздушный шар, несся по этому миру и мы могли видеть красоту творения Божьего. Конечно, люди мечтают о деньгах. Не только о деньгах, люди мечтают о прекрасных местах, где они могли бы жить, устраивать свою жизнь. Они также мечтают об удобствах, разных машинах, разных условиях, которые могли бы помочь им жить легко, свободно. Вы знаете, люди мечтают о семье. Я специально поставил эту картинку немножко в углу и уменьшил. Почему? Потому что по последнему вопросу в Америке всего лишь 50% молодых людей от 18 до 34 мечтают создать семью. Братья и сестры, такие изменения сегодня идут в мышлениях людей. Но все-таки человек мечтает, что его жизнь будет прекрасным светлым будущим, где не будет проблем, где не будет трудностей, будет устройство, будет все прекрасно и хорошо. Когда мы живем, когда мы живем здесь на земле, то мы замечаем, что людей постигают немножко другая реальность жизни. Эта реальность жизни, она происходит тогда, когда у человека появляются слезы на глазах. В эту среду Николай Васильевич Сыганков, он говорил на тему Нагорной проповеди, он говорил, блаженны плачущие. Почему? Потому что они утешатся. Действительно, если мы посмотрим на свою жизнь, то в своей жизни мы часто встречаемся с ситуациями, когда нам приходится плакать. Человек приходит в этот мир со слезами. Если человек не заплачет, легкие не развернутся, его жизнь не начнется здесь на земле. Когда мы возрастаем, мы падаем, разбиваем коленки, мы плачем от боли, мы плачем от неудач, мы плачем от поражений, слезы наполняют нашу жизнь. Почему? Потому что разные трудные обстоятельства, они охватывают нашу жизнь, окружают нас в этой жизни. Мы плачем от горя, которое постигает нас, братья и сестры. Когда мы получаем плохие оценки, когда мы теряем близких, когда мы проходим долинами плача, мы замечаем, что часто мы остаемся один на один. И это чувство одиночества, горя, оно порабощает человека. Вы знаете, картинка, которую я там выставлял, она почему-то не включилась. Но там представлен человек, который находится среди камней. У него из камней торчит только голова, и вся голова опутана колючей проволокой. Это говорит о том, что часто, когда человек находится в горе, ему не с кем поделиться. И все то, что о чем думает, причиняет ему боль и страдания. И это ведет человека к тяжелым, трудным впечатлениям и переживаниям. Мы встречаемся в нашей жизни не только с горем, не только со слезами. Мы встречаемся в жизни, когда нас люди используют, и мы становимся жертвами. Когда пытаются нас вовлечь куда-то, мы же от нас чего-то требуют, от нас что-то, знаете, мы кому-то что-то обязаны. И получается так, что человек становится жертвой, он чувствует, что нет свободы, нет выбора. Мы часто переживаем особые состояния страха, которое называется ужас, которое охватывает и сковывает зачастую людей, когда они стоят перед лицом смерти или каких-то обстоятельств. Сколько сегодня ужасных новостей мы встречаем среди телевидения, интернета. Наша жизнь переполнена ужасными новостями и часто человек боится жить в этом мире. Это сковывает его, не дает ему свободы действовать. Людей постигают бедствия, ураганы, землетрясения. Людей постигают разные цунами, пожары. И, казалось бы, все то, о чем человек мечтал и стремился, то, чему преследует, прикладывал все свое старание, улетучивается в одно мгновение, и человек теряет все в своей жизни. Дорогие братья и сестры, человек стоит перед лицом голода. Сегодня многие люди не имеют насущного хлеба. Если мы посмотрим внимательно, да, мы живем в такой стране, где достаточно пищи, но даже и в нашей стране есть люди, которые бездомные, которые голодают. И мы знаем, что во многих других странах, где нет урожая, где нет дождя, где пустыни, люди постоянно ищут себе пропитание, хлеб насущный. Поэтому очень много людей сегодня на земле умирают от голода. Люди сегодня порабощены разными зависимостями. Если мы внимательно посмотрим, что окружает нас, у каждого из нас в кармане телефон, как мы сегодня относимся даже к этой маленькой штучке, как телефон. Много людей сегодня зависят от видеогеймов, проводят тысячи часов в год, чтобы как-то удовлетворить свое состояние. Люди в зависимости находятся от химических веществ, это наркотическая зависимость. Люди находятся в зависимости от разных привязанностей, которые привязали человека к себе. И человек, даже если бы хотел бы освободиться, он не может. Знаете, вот на этой страничке, которая здесь стоит, здесь был вопрос. Вопрос, который звучит о том, как бы мы могли назвать все то, что было перечислено, все те реалии жизни, в нашей жизни, одним словом? Как бы вот эти все неудачи, болезни, скорби, как бы вот эти все поражения, которые чувствует себя, переживает человек на земле, как бы мы могли назвать это слово зло? Зло, которое царствует в этом мире, среди которого мы находимся, среди которого мы живем, зло, которое причиняет нам боль и страдания, зло, которое мы носим часто в себе, против которого боремся. Хотелось бы задать вопрос, а что такое зло? Что такое зло? Зло – это противоположность добра, братья и сестры. Зло – это все то, что противоположно хорошему, ценному, смерть. Зло – это, братья и сестры, противоположность жизни, счастье, противоположность тому, что есть зло, несчастье, которое постигают часто людей. Это зло. Причины происхождения зла. Люди задают этот вопрос. Часто люди даже не задают. Но мы размышляем об этом. Откуда взялось зло? Кто подчинен злу? Как оно проявляется в нашей жизни? И как мы можем разрешить эту проблему зла? Братья и сестры, как разрешить? Где найти выход из этого состояния, когда человек постоянно находится под тяжестью, внутри скорбей, переживаний, трудностей, где постоянно он чувствует одиночество, где он постоянно чувствует, переживает неудачу. За что? Что является? Или как? Зло является результатом чего? Если мы сегодня посмотрим, то люди как бы пытаются объяснить причину зла, и они пытаются найти решение. Они говорят, что зло – это причина невоспитанности. Нужно воспитывать людей. Нужно прививать им нужные ценности. Нужно им говорить, как нужно хорошо поступать, братья и сестры. Вы знаете, иногда люди думают, что вот если мы будем воспитывать наших детей так, как мы воспитываем наших домашних питомцев. Вот сюда ходи, сюда не ходи. Мы можем заметить, что и это не работает. Это не помогает. Как бы мы ни старались прививать доброе, ценное, в человеческом институте все равно проявляется зло. Мы думаем, люди думают иногда, что нужно научить человека, дать ему знания. Поэтому сегодня с самых юных лет пытаются человека научить, дать ему все познания этого мира. Сегодня существует огромное количество разных наук. Но мы можем заметить, что науки не решают вопросы и проблемы решения зла. Мы можем заметить, что люди сегодня живут и делают личный выбор. Они думают, что нужно научить человека правильно делать выбор между добром и злом. И как часто люди думают, что они выбирают доброе, пожинают зло в своей жизни. Часто у людей есть бесцельности. Знаете, если раньше была такая поговорка, что человек в своей жизни должен построить дом, создать семью, родить сына, посадить дерево. Сегодня люди даже не стремятся сделать этого. Люди потеряли всякую цель, всякое стремление к жизни. Люди думают, что нужно загружать человека. Я вспоминаю, когда мы еще были в армии, и наши командиры говорили нам такие слова. Солдат без работы, помните, нет? Преступник. То есть человека нужно загрузить, чтобы его не загружали лишние мысли. Его нужно постоянно чем-то грузить, тогда он будет свободен. И вы знаете, это не решает проблемы. Почему? Потому что человек не видит пользы в этом. Он не видит разрешения его внутренних потребностей. Многие люди считают, что проблема зла в жадности, она в волчности. Это так думают люди, братья и сестры. Но есть Бог, который говорит и открывает нам истинную причину зла на земле. И причина этого является грех. Грех. Когда мы еще учились в колледже, знаете, нам дали задание писать какое-то сочинение. Это был Writing 101, Critical Thinking. То есть нам нужно было критически подойти к какой-то теме. Я случайно попал на статью, где один журналист брал интервью у англичан. Это был где-то 2002-2003 год. И вот он подходил и брал интервью у людей просто прохожих. И он задавал один вопрос. Как вы думаете, что такое грех? И люди, пожимая плечами, отходили в сторону. Казалось бы, страна, в которой когда-то было великое пробуждение. Чарльз Пержин проповедовал. Многие другие английские великие проповедники, которые проповедовали. Было такое время, что даже тюрьмы закрывались. Закрывались пивные лавки или винные лавки закрывались. Люди шли в церковь. И вот сегодня, по прошествии нескольких десятков лет, людей спрашивают, что такое грех. И люди говорят, мы не знаем, что это такое. И знаете, один человек дал очень четкое и ясное определение. Он говорит, слово грех – это безнадежно устаревшее слово. Оно для нас ничего не значит. Представляете, в таком состоянии сегодня живет человек. Среди зла, греха. И он даже не задается вопросом, а что такое грех? В чем причина греха? Что происходит со мною? Почему я нахожусь в таких обстоятельствах? Библия открывает происхождение зла. И это происхождение говорит о том, что когда первые люди Адама и Ева жили в Едемском саду, они не знали греха. Они не знали, что такое зло. Они прекрасно имели общение друг с другом, имели общение с Богом. Они могли так жить вечно. Но зло вошло через грехопадение человека. Тогда, когда Сатана в образе змея стал искушать, Бог дал одно всего лишь условие, чтобы Адам не ел от дерева познания добра и зла. Но Сатана искушал Адама, искушал Еву. И он говорил им такие слова. Он говорил, что «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло». Вот этот стих – это место Священного Писания, когда впервые слово «зло» появляется в истории человечества. Вы познаете добро и зло. Нужно сказать, что Адам и Ева до этого момента знали, что есть добро. Правда, братья и сестры? Они знали, они наслаждались в этом Едемском саду общением с Богом, общением друг с другом. У них все было, они все имели, они могли жить вечно. Но вот искушение сатаны, оно привело их в состояние, когда они захотели узнать, что такое зло. За нарушение этого запрета следовала смерть. Зло вошло в этот мир. И Бог дал такое определение, что в день, в который ты вкусишь от этого плода, смертью умрешь. Итак, грех первых людей стал причиной появления зла, бедствий, скорбей здесь на земле, дорогие братья и сестры. И мы можем прочитать еще одно место Священного Писания. Это Бытие 6 глава 5 стих. До какой степени достигает грех или развивается зло в человеке на земле? До потопа, когда Бог решил увидеть, Он написано, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И все помышления их сердца были зло во всякое время. Итак, дорогие братья и сестры, что такое грех? Грех – это неверие. Это тогда, когда человек не воспринимает и не принимает Слово Божие. Он не верит Богу. Грех – это непослушание, когда человек не слушается Божьей воли. Когда он приступает, когда он делает то, что он хочет. Грех – это ошибка. Слово «хамартия» – грех по-гречески означает промахнуться или сделать неточный выстрел. Грех – это преступление. Тогда, когда приступается какая-то линия или установление. Грех – это беззаконие. Грех – это любая мысль, это любое слово или дело, которое противоречит воле Божией, Его стандартам святости. Это нежелание подчиняться Его воле, дорогие братья и сестры. Апостол Иоанн говорит в 1-м послании Иоанна 3-й главе 4-й стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех и есть беззаконие. Поэтому грех стал причиной возникновения зла здесь на земле. Дорогие братья и сестры, грех имеет свойство умножаться. Мы знаем этот закон умножения. Посеешь мысль – пожнешь поступок. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. То есть это умножение, это дальнейшее развитие греха в этом мире. И поэтому Слово Божие говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Последствия греха в мире были очевидны. Нарушилась связь между Богом и человеком. Наступила духовная смерть. Смерть вошла не только в человека, она вошла во все творение. Апостол Павел говорит о том, что «Вся тварь совокупно стинается и мучается до ныне, ожидая дня искупления. Земля стала проклята». Написано, что она произрастила в волчстве и тернии. Адам должен был возделывать землю. Болезни вошли в мир. Мы можем заметить, что грех поразил не только окружающий мир. Грех поразил и самого человека. Его разум помрачился. Вы знаете, братья и сестры, если мы можем посмотреть, человек – разумное существо. Он может понимать этот мир. Но всегда, когда человек что-то открывает для себя, он пытается это употребить с какой-то своей выгодой. Мы можем увидеть, когда человек научился обрабатывать металл, он сделал меч. Когда он расщепил атом, он сделал атомную бомбу. Он не направил все свои познания, разум, для того, чтобы создать доброе, но он создал злое. Мы можем заметить, что сердце человека, оно исказилось. Вместо искренности, чистоты, святости, сердце стало лукавым. Оно стало преисполнено злобой, ненавистью друг к другу, к Богу. Мы можем заметить, что мысли человека изменились. Сердце человека, мысли стали сквернены. Они стали заполнились нечистотой. Разум, воля человека, они стали порабощенными. Человек потерял свободу. И он стал рабом греха. Поэтому он не свободен. Даже понимая, что есть добро, человек не способен выбрать доброе. Как же мы можем определить состояние человека в этом мире? Это состояние погибели. Но вы знаете, это состояние, когда человек не ищет Бога. Когда человек находится в безнадежном состоянии. У него не на что надеяться, не на что опереться. И человек тащит весь груз своих проблем на своих плечах, пытаясь каким-то образом пройти путь своей собственной жизни. Когда-то Микеланджело нарисовал такую фреску на потолке одного храма. Он пытался изобразить сотворение Адама. Он нарисовал Бога, который со всем духовным миром пытается достигнуть Адама. Который свободно развалился лежа на лугу. Бог смотрит на Адама. Бог простирает к нему руку. Он протягивается к нему, чтобы достичь Адама. Адам же увел свой взгляд на землю. Он свободно развалился. Рука его повисла в воздухе. Не проявляя никакого желания приблизиться к Богу. Таким образом, как в прежние годы. Так и ныне люди не стремятся к Богу. Не хотят найти Его. Поэтому последствия греха. Слово Божие говорит, как одним человеком грех вошел в мир. И грехом смерть. Так смерть перешла во всех человеков. Потому что в нем все согрешили. И все лишены славы Божией. Но Бог, дорогие братья и сестры, желает спасти человека. Бог желает дать ему надежду. Поэтому мы читаем в Слове Божьем такие слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Человеческого. Для того, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Господь желает спасти человека. Это акт Божьей любви. Это Божье желание. Очень часто мы спрашиваем крещаемых на испытания и говорим, что сделал Бог Отец для вас? И знаете, ответ звучит достаточно просто. Бог отдал Сына Своего Единородного. Но самый важный момент заключается в том, что Бог не только отдал Сына Своего Единородного за нас. Он возлюбил нас. И из Своей любви Он проявляет к нам милость и дарует нам спасение. Итак, спасение – это освобождение человека от рабства греха, от смерти. Спасение мы имеем с вами в Иисусе Христе. Мы в Нем получаем избавление от наших грехов. Он стал нашим ходатаем, Он стал нашим заступником. Бог предлагает сегодня нам путь спасения, потому что Христос умер на Голгофском кресте. Вы знаете, Бог искупил нас, отдав Сына Своего Единородного и кровью Его заплатив за наши грехи, за наши проступки, за наши болезни. Он искупил нас, потому что кровь символизирует жизнь. Жизнь Святого, Праведного была отдана для того, чтобы мы с вами получили искупление. Иисус Христос отдал Свою жизнь. Но Он не только искупил нас от рабства греха, Он ценой Своей пролитой крови дает нам удостоверение того, что удовлетворено требование Божьей справедливости. Грех наказан. Бог предлагает нам также и оправдание. В этом оправдании, братья и сестры, Бог снимает с нас вину. Оправдание – это действие Бога, когда Бог посредством, Он, верующему человеку, вменяет праведность. Вот это слово «вменяет» – это особое слово. Это засчитывать, это считать как бы вместо. Мы, когда вспоминаем историю Давида и Голиафа, помните, когда вот эти два единоборца со стороны филистимлян и со стороны Израиля вышли для того, чтобы сразиться. И мы знаем, что Давид одержал победу. Он один победил этого великана и таким образом стал победителем. Но знаете, братья и сестры, вот эта победа, эта свобода, она вменилась всему Израилю. Все израилетяне стали победителем в этом сражении, потому что один Давид одержал эту победу. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос на Уголовском кресте умер, воскрес, Он одержал победу над адом и смертью, Он стал победителем. И сегодня все те, кто принимает Иисуса Христа своим спасителем, Господом, они становятся Его последователями. Бог оправдывает нас, Бог дает нам усыновление, Бог делает нас своими детьми. Нет ни одной религии в этом мире, братья и сестры, где бы Бог мог настолько быть близко к человеку. Бог принимает возрожденного человека в свою семью, тогда, когда человек раскаивается перед Богом, когда он принимает дар спасения, когда он понимает, что Господь любит его в этом милость Божия. Дорогие братья и сестры, это то, что Бог делает для нас с вами. Но то, что Бог ожидает от нас, Бог ожидает от нас, чтобы мы приняли Его верою. Мы приняли Слово Его верою, мы приняли весь Евангелие, мы приняли дар спасения Иисуса Христа, мы приняли Духа Святого, чтобы мы были запечатлены Духом Святым в нашей жизни. Чтобы мы были рождены свыше. Поэтому нам необходимо для этого, прежде всего, осознать себя грешниками. Понять, что мы живем неправильно жизнью. Увидеть себя в том состоянии, в котором мы действительно находимся, что мы не обращаемся к Богу. Необходимо признать себя виновными, исповедоваться перед Господом, чтобы простились грехи. Необходимо обратиться к Богу, необходимо повернуться назад. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, он говорит, предоставьте... Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения Богу. Дорогие братья и сестры, это новая жизнь. Это жизнь по благодати, жизнь спасения. Это то, что Бог дарует нам с вами, Он избавляет нас от рабства греха. Он дарует нам спасение, Он дарует нам жизнь вечную. И уже здесь, на земле, мы можем радоваться, имея общение с Ним, имея общение друг с другом. Новая жизнь, это жизнь молитвы, это жизнь чтения Слова Божьего, это жизнь вместе с церковью. И тогда, когда мы можем иметь общение друг с другом. И самое главное, братья и сестры, мы ожидаем пришествия Иисуса Христа на эту землю. Он придет за нами, как обещал, для того, чтобы удалить зло, для того, чтобы истребить зло здесь на земле, для того, чтобы мы могли вместе с Ним радоваться и иметь это вечное спасение в Иисусе Христе. Знаете, дорогие братья и сестры, я в заключение хотел привести короткую притчу, которую нам Господь Иисус Христос оставил здесь на земле. Помните притчу о блудном сыне? Кто-то называет ее притчу о любящем отце. Сын, который жил в доме отца, но который захотел жить самостоятельно, он ушел из дома отца, он стал нуждаться, он расточил все, он потерял все, что имел. И вот он стал нуждаться, он стал находиться у этих свиных корыт, в которых находилась пища, и он хотел даже напитать себя этой пищей, но не мог, потому что никто не давал ему. Но вот пришел момент, когда он вспомнил, где он был, он вспомнил, где он находился, он вспомнил, что в доме отца его все избытчивают хлебом, он вспомнил, что даже те работники, которые находятся в доме отца его, они имеют все необходимое. И он принял решение. Я встану, я пойду, я скажу отцу своему, я согрешил перед небом, я согрешил пред тобою, я не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников твоих. И написано, он встал и пошел. И когда он был еще далеко, отец увидел его, он побежал ему навстречу, он пал к нему на шею, он целовал его. И сын сказал отцу свои эти слова, я согрешил перед тобой, я виноват. И мы читаем, как отец говорит, дает повеление, чтобы принесли лучшую одежду, чтобы одели перстень на руку этого сына, чтобы дали обувь на ноги его, дорогие братья и сестры. Одежда – это символ чистоты и святости. Это то, в чем находится сам Бог. Если мы видим в этом образе нашего Бога, то Бог желает грешнику, человеку, который не имеет мира в сердце, который живет в этом мире греха, дать свою одежду, дать свою праведность. Если мы можем увидеть, что Он желает дать человеку... Давайте мы встанем, братья и сестры. Боже, милосердно услышь молитву браку нашего, который приходит тебе с макаяния для того, чтобы открыть свое сердце. Ты знаешь его состояние, ты знаешь состояние многих людей, которые живут в этой атмосфере греха, которые видят зло в своей жизни, но еще не открыли тебе свое сердце. Коснись многих. Благослови нашего брата. Будь прославленным. Поведи его. Дай ему, Господи, обновиться духом. Служить тебе от всего сердца. Будь прославленным в его жизни. Аминь. Дорогие братья и сестры, Отец дает перстень на руку сыну своему. Это говорит о том, что он восстанавливает сыновство. Он принимает его назад в семью. Возможно, есть люди, которые не чувствуют, что они сегодня дети Божии. Кому простил Бог грехи, сегодня есть возможность обратиться к нему в молитве покаяния. Слава Богу, братья и сестры, что он дарует нам спасение. Благодатью своей, даром, через Иисуса Христа. И мы можем радоваться, прославлять его. И уже здесь на земле, имея это спасение, мы можем свидетельствовать окружающим о том, что Бог любит нас, хранит. Он приготовил нам вечность. Давайте мы помолимся Ему. Бладыка, Господи, Отец Небесный, я благодарю Тебя сердечно за спасение, за благодать, которую Ты даруешь нам в Иисусе Христе, Господи нашим, что Ты освобождаешь нас от рабства греха, что Ты нас делаешь детьми своими, принимая в свою семью. Слава Тебе, Господи, за все Твои благословения, которыми Ты облагодетельствовал нас. Господи, помоги нам держаться Твоих путей, исполнять Слово Твое, чтобы в жизни своей прославлять Тебя, чтобы служить Тебе, Господи, ожидая пришествия Твого. Благослови еще многих, кто не принял Тебя в свое сердце. Будь прославлен и в их жизни. За все Тебя превозносим, прославляем нашего Бога, Отца Сына и Духа Святого. Аминь. Сегодня Господь по-особому говорил каждому из нас. Он говорил о милости, которую Он проявляет, о спасении, о прощении грехов. И если вы заметили, то и вся программа сегодня, и стихи, и пения были о небе. О том, что небо нас ждет. Господь готовит нам место. Он ожидает нас. Он однажды придет за нами. И как важно нам, живя здесь на земле, об этом не забывать. Жить небом, готовиться к небу, ожидать неба. Господь напоминал нам на протяжении всего этого собрания. И Бог да поможет каждому из нас помнить. И те, кто нуждаются в приготовлении особом, те, кому Господь, может быть, сердце показывает состояние, есть возможность примириться. И вот как брат вышел сюда и помолился, и получил прощение. Это каждый из нас может. Для этого церковь еще здесь на земле. Господь, чтобы каждый, слыша слово, ощущая обличение Духа Святого, мог идти к Господу и получать прощение и свободу. И да поможет нам Господь, чтобы никто не опоздал, чтобы никто не ушел с этой тяжестью на сердце, с грехом, чтобы каждый мог получить это освобождение. Бог да поможет нам в этом. Мы будем молиться в заключении нашего собрания. Но я хотел бы несколько слов дать нашему брату Сергею Яковлевичу. Он сегодня с нами. Брат дорогой, пожалуйста, я хотел бы, чтобы ты сказал несколько слов церкви. Мы очень рады видеть вас и вашу семью. Пожалуйста. Спасибо, Андрей Павлович. Спасибо, церковь дорогая, возлюбленная. Для меня это очень дорого и ценно вновь быть с вами. И то, что Андрей Павлович уже отметил, сегодня благословенное такое служение было. Все было о небе, все было о вечности. И несмотря на все то, что происходит сегодня в мире, братья и сестры, Господь сегодня нам напоминал о вечности. И я тоже хотел оставить один стих в утешение, в ободрение для всех нас. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Иисус Христос, готовясь к переходу, говорит ученикам своим, утешая, готовляя их. Он говорит такие слова. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вот такие утешительные слова. Братья и сестры, сегодня есть от чего устрашаться, сегодня есть от чего приходить в смущение, глядя на то, что происходит в этом мире. И наш Господь Иисус Христос сегодня в реальности обращается к каждому из нас и говорит, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Мы с вами, братья и сестры, счастливые люди, потому что мы его дети. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто проходит различными своими какими-то переживаниями, нашли в этом слове утешение. Господь, Он с нами, Он не оставляет. Он хочет, чтобы мы не устрашались, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Пусть Господь благословит каждого из вас. У нас коротенький такой апдейт о моем состоянии. На данный момент врачи уже отправили нас домой. Они ничего делать больше, ну, лечения никакого уже невозможно. Для тех, кто не знает, у меня рак и я болею. Я, прежде всего, хотел поблагодарить всех, братья и сестры, кто на протяжении всего этого времени нес нас на руках молитвы. Мы это ощущаем, это было реально, это есть реальность. Мы знаем, что без этих молитв я бы здесь не стоял. Я бы так себя не чувствовал, как я чувствую. Я бы так не разговаривал с вами, если бы не было этой поддержки. Поэтому да благословит Господь каждого из вас и вот ту вечность, о которой мы слышали, чтобы мы туда стремились, потому что она реальна и потому что она желанная для всех нас. Будьте благословенны Господом. Спасибо вам всем за все. Аминь. Братья и сестры, я хотел бы помолиться. Давайте мы станем за брата нашего, помолимся все вместе. Господи, мы к Тебе идем, и мы так благодарны Тебе за то, что мы дети Твои, мы спасены Тобою. Спасены от греха, спасены от безнадежности. В Тебе, Господь, наше упование и надежда. И мы благодарим Тебя вот за нашего брата Сергея Яковлевича, служителя Твоего, за то, что мы вместе можем быть здесь, в доме молитвы. И мы можем молиться Тебе, зная, что Ты слышишь нас. Господи, Ты знаешь его состояние. Он проходит тяжелый момент. Но мы так благодарны за то, что вера его тверда. За то, что он уповает на Тебя. За то, что он крепко держится этого упования. И я прошу Тебя, Господи, укрепи его. Ты даешь это обетование, что Ты рядом всегда. Я прошу Тебя, чтобы Ты был с ним. Чтобы Ты поддерживал и укреплял его. Только в Тебе, Господь, надежда наша. И я прошу Тебя, держи его в своих руках. Господь, наши жизни, они в Твоей руке. Дни жизни, возможно, минуты жизни. И поэтому, Господь, это дает нам утешение. Потому что мы знаем, что Ты с нами, а мы с Тобою. Поэтому укрепляй брата нашего. И дальше то время, которое Ты даруешь ему, Господи. Дай, чтобы он всегда чувствовал Твою помощь и Твою поддержку. Укрепи его, Господи. Укрепи Машу. Семью эту, держи сам в руках своих. И мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам надежду. Что когда жизнь наша закончится здесь, мы однажды будем там, вместе, прославлять Тебя, служить Тебе. Небо, оно открыто перед нами, потому что Ты открыл его. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Слава за все, наш Спаситель. Аминь. Аминь. Спасибо большое.